Никак не отпускает нашу страну, только мы вздохнули, только мы расслабились, и вот опять она навалилась на нас, и люди начали опять болеть, поэтому чем меньше народа в нашем случае, тем лучше. Ну, я всегда отмечаю и говорю, на базаре всегда есть две персоны, одни продают, одни покупают, да, но я хочу сказать, что на этой неделе я уже был в городе Рамли, где тоже снимал базар, вы можете зайти, посмотреть, я оставлю ссылку в описании, а до этого я был в таком интересном месте в городе Тель-Авиве, где люди продают всяческое старье по мелочи, кому интересно вот такие места погулять, посмотреть, но оно очень приятно, оно находится прямо в сердце Тель-Авива, я оставлю ссылку в описании, заходите, смотрите. Ну, вот, дядя на фотографии, и дядя, который режет арбуз, это одно и то же лицо. Ну, вот, насчет выпечки, я хочу сказать, что на этой неделе я путешествовал в городе Рамли и в городе Лоди, и я оставлю вам ссылки в описании, заходите, смотрите. Люди восточные должны обладать хорошим голосом, так как еще по старинке зазывают своих клиентов. Вот он веселый продавец, вот он свежий хлеб, так вот я хочу сказать, что во всех своих путешествиях на этой неделе Я кушал везде выпечка, потому что восточная выпечка – это моя сладость. Всякие бурекосы, фалафель – это все, что я люблю, это все, что мое. Я всегда говорю, что я выходец из литры, но я с теплом, большим теплом воспринял израильскую кухню. Она очень богата, она очень богата, ввиду того, что сюда съехался весь мир, в прямом смысле слова, перепаялся, переплавился и получились израильтяне. Я хочу сказать, что кухня действительно здесь богата, интересная. Ну вот, приправа. Ребята, запахи моя камера не передает, просто поверьте на слово, запахи шикарные. Просто шикарные. Ну вот, не зря раньше наши соотечественники из Европы с мечом наперевес перлись восточные страны. Немножко убивать и резать людей, немножко торговать, вывести от них эти прекрасные приправы. И они были правы, они были на вес золота. Сейчас они чуть подешевле, но их ценность ничуть не изменилась. Они прекрасные, приправы прекрасные. Ну вот, я хочу еще добавить, что я был в рамле, снимал ихний базар. И было немноголюдно ввиду того, что я был посреди дня и в очень жаркий день. Это такой момент, когда люди уходят на отдых. Те, кто с утра отоварился, они уже убежали, а те, кто на работе, еще не вернулись. И поэтому я хочу сказать, что сегодня выходной день, тот же еще раннее утро, но уже есть клиенты, есть люди. Продавцы выложили свой товар вчера, когда я пробегал мимо этого базара. Торговля шла в самом разгаре, но я решил не снимать вчера. У меня была другая съемка, о которой я вам говорил. Встреча с гидом, как оно и что, как эти гиды рождаются в Израиле. Откуда они берутся, что они делают, как показывают нам эту жизнь, как рассказывают нам историю. Оказывается, копать, да копать, да не выкопать еще эту нашу историю. Вот они, ребята, запахи, я говорю, запахи вам не передать. И вот эти все ваши похудения, похудания. Тут у любого сдадут нервы. Ребята, вот о чем я вам говорю, вот моя слабость. С картошкой, с щавелем, с творогом, с грибами. С чем хотите, ребята, с чем хотите. Бурековцы, все это очень вкусно. Да, так вот я хочу сказать, что когда я уже возвращался вечером со съемок, уже было темноватенько, уже вечер переломился на вторую половину дня. И здесь уже горели фонарики, и люди делали уборку. Это было в начале 9-го. Ну, теперь, скажем, начало 9-го. Ровно через 12 часов, после того, как я это место наблюдал в окно автобуса вчера. Но вот я хочу сказать, что народ подтянулся, народ умный. И я всегда предполагаю, я не знаю, не утверждаю, но я могу предположить, что люди на восточных базарах изначально приходили туда общаться, узнать новости, ведь на раньше не было интернета. Это сейчас мы такие умные, кнопку нажали, телефон умнее гораздо нас, все нам рассказал, все нам показал. Поэтому я предполагаю, что изначальная задача базара – это было общение. Несомненно, было общение. Несомненно, увидеться, повидаться, чай погонять, себя показать. Но вот сам район, насколько мне удалось узнать, изначально он застраивался и заселялся выходцами из Средней Азии. И здесь они себя называют бухарскими евреями. Все может быть, все может быть. Как я вам уже сказал, это первый мой опыт. В данном районе я первый раз в жизни, парень. И я такой же наблюдатель. Для меня здесь все в новинку, как и для вас. Вот они веселые ребята. Я только хочу и всегда подтверждать, что люди здесь очень теплые, отзывчивые. И я вчера зашел в магазин купить бурек, если он был голодный. Но я еще минут пять ждал, пока продавец со своим товарищем договорится, накурится. Просто они не могли остановиться. Но уже когда он добрался до меня, обслужил меня как положено. Обслужил с радостью. И я тоже остался очень доволен. Мы немножко тут гуляем по проезжей части. Я так считаю, что давайте мы уже нырнем обратно в сторону базара. Так вот я хотел сказать, что люди восточные. Но я во многом тоже любитель поболтать. Большой любитель поболтать. Я большой любитель поболтать. Ребята, я хочу сказать, что здесь в этом смысле вы никогда не будете одиноки. если вы только хотите найти какое-то человеческое живое общение, суньте свой телефон. Ну, на ваше усмотрение, в какое место. Вам его удобнее спрятать. На полдня придите в некое такое место. Поверьте мне, что с общением у вас не будет никаких проблем. Но общайтесь выше крыши. Даже не будете знать, куда девать ваши впечатления и тому подобное. По ценовому разбросу, ребята, я ничего не покупаю. Я просто хочу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!